Всем привет! Сегодня влог, ну, влог, разбавленный косметическими какими-то продуктами, парфюмами. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я пью кофеек. Я уже его облобзала со всех сторон. Я вам, ну, покажу там, купила в пачечках такое на пробу капучино. Покажу вам. Очень, кстати, вкусно. Я давно капучино не пила. Так, сегодня я получила заказ. Разговариваю тихо, потому что дочка спит. Немножко опять дочка заболела в бассейне. Накупалась до такой степени, что снова насморк. Итак, по поводу посылки. Я заказывала аромат от Just, 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 вот такой я покупала белый, кто помнит, кто смотрит мои ролики. Это недорогая косметика, недорогие парфюмы. Значит, 100 миллиграмм, Lady Noir называется, Just Jack. Вот так, правильно. Такая вот книжечка. Мы открываем ее. И здесь находится вот такой вот флафон. Большой. Вот такая красота. Мне очень нравится. Рифленые, такое красивое оформление. Хотя, по такой цене, как бы, ну, я так понимаю, это арабские парфюмы. Хотя они, по-моему, если я не путаю, или в Италии, или во Франции. Во Франции, по-моему, они изготавливаются. Но, как бы, сам бренд арабский. Вот, крышечка тяжеленькая такая. И сам аромат. Все говорят, что это аналоги Том Форда. Я не знаю, я не слышала ароматы Том Форда. Даже почему-то я не хотела их покупать в пробничках. Надо будет попробовать. Очень приятный аромат. Если вы любите такие ориентальные, знаете, не плоские, а богатые ароматы. Несмотря на то, что это бюджетно. Звучание здесь красивое. Красивое, но вот это вот звучание, именно Леди Нойер, будет раскрываться, вот, когда будет более холодная погода. В жаркую будет душновато. Очень красивые флаконы, даже на подарок, очень красиво. Ну, видно, что они, как бы, вдохновлялись. У Том Форда тоже вот такие вот рифленые флакончики, но другие, другой формы, да. Вот, красивый аромат. Просто для интереса нужно заказать вот эти вот пробнички и послушать, ароматы какие. Ну, аромат красивый, действительно. Вот писали в описании, что он постепенно раскрывается. Да, аромат красивый. У меня есть белый флакончик, и вот теперь я заказала вот этот. Так что в свою коллекцию по два аромата. Дальше я заказала себе лак от Нобэ, ну, типа гель-лак, с видом гель-лака, вот такой вот 6 миллиграмм, красный лак. Я не хочу делать себе гель-лак, потому что все равно ногтевая пластина портится. Вот, поэтому я отпускаю такие маленькие ногтики. У меня коротенькие, но просто вот, чтобы было у меня аккуратненькие. Сделаю маникюрчик, и я люблю стереть. Знаете, я даже когда носила гель-лак, я не люблю, когда он долго находится, один цвет на мне. Мне хочется стереть его. Вот, и заказала пробник. Вот от этого я без ума. Я заказала манталь. Просто мне хочется... Я когда-то пробовала манталь, я не помню название. Еще когда жила на Украине, попробовала... Послушала манталь аромат в серебристой такой бутылочке. И он мне прям запомнился, очень мне понравился такой. Я не помню именно какой аромат, но я помню, что он мне очень понравился. И я заказала Wild Piers. Поправьте меня, пирс это груша или нет? Вот я как бы не знаю, что это с английского языка. Мне почему-то кажется, что это груша. Написано, что это унисекс. Девочки, какой это аромат. Я сначала так набрызгала, думаю, да, ну как бы ничего такого сверхъестественного. Но когда я хожу, вот вокруг меня вот витает вот это вот облачко такое приятное. И я уже положила в корзину, там 100 миллиграмм стоит 1500 крон. Положила в корзину и, надеюсь, я себе приобрету такой аромат классный. Напишите мне еще мантальевские какие-то красивые ароматы. Это понятно, что все индивидуально, ароматы каждому свое нравятся. Но вот если вы поняли, да, что мне нравится аромат вот этот вот Wild Piers, какие там еще ароматы красивые есть. Там вот я смотрю, мускусная роза есть. Нужно тоже взять отливантик попробовать. Так, это звонил муж. Не знаю, почему в заказе я указала телефон мужа. Может оно... И ему звонили, чтобы вышли посылку, забрали. Вот, а он думал, что это письмо. Ну, ладно. Так что да, вот этот вот аромат от Монталь Wild Piers обалденный. Очень красивый. Очень красивый. Я считаю, 100 миллиграмм для такого аромата это недорого. Прям хочется... Я и на эту сторону его нанесу. Прям нравится мне. Прекрасный. Прекрасный. Вот. Так что да, что мы делаем? Мы вчера, как пошел град, девочки, так, знаете, находила-находила. Потом резко пошел ливень такой сильный. Прям воды налило нам. И град. Мы с мужем быстренько... Я вижу, что град. Окна стала закрывать. Побежала. Быстренько. Говорю, мужу, надо машину накрыть. Быстренько накрыли машину. Град действительно такой прям дубасил. Хорошо, что ветра не было какого-то, знаете, такого сильного. Ну, как бы было бы очень плохо. Вот. И постепенно так раз сошел, и все. И тепло. Сегодня тоже солнышко. Вот. Ну, так, не сильно. Вчера прям жара была такая сильная. Я не знаю, 33. Я думаю, что и больше градусов было. Так что... Да, красиво раскрывается вот этот вот тоже аромат. Короче, я очень довольна. Может, даже не буду сильно спешить с манталем, хотя манталь не нравится. Очень красивый аромат. Что... Какие у нас еще? Не могу снять вес у себя. Не могу похудеть. Хоть ты тресни. Я уже и так, и сяк, и... Не знаю. Немножко сходит с меня, конечно, немножко. Но совсем мало. Хотя я ежедневно занимаюсь. Я прыгаю, я бегаю. Ну, я не ем сладкого. Короче, короче, короче. Если вы худеете, или у вас уже это получилось, напишите, каким образом... Каким образом все-таки, знаете, я помню в детстве... Ну, не в детстве, а вот когда была там, я не знаю, 25-26 лет, говорила сестре там, давай худей там, или маме худей давай. Оно действительно как бы в таком возрасте, не то чтобы это какой-то прям взрослый возраст, но я вообще возраста не воспринимаю. Для меня человек или хочет выглядеть хорошо, или не хочет выглядеть хорошо. А возраст это такое. Вот. И да, действительно, все-таки вот биология, да, как бы она существует. И вот эти вот, когда ты родила ребенка, там, или какие-то гормональные изменения, наверное, идут, меняются. Вот. И вот, то вот действительно тяжело похудеть. А у меня еще, если вы смотрите меня давно и знаете тогда, что у меня было... Было три операции, и все разрезали мне живот. И последняя это беременность, да, кесеры вам не делали. И именно вот с живота мне очень тяжело убрать вот этот вот животик. Поэтому вот этот разрез, который, шрам, да, он делит как бы пополам. То есть больше скапливается. Так бы было незаметно, что есть животик, знаете. А так вот заметно. Вот. Так что, да. Ну, нужно, естественно, худеть. Нужно сбрасывать, сушиться нужно. Ну, как-то у меня пока что не идет. Девочки, очень красивый вот этот аромат. Действительно, раскрывается красиво со временем. Звучание не дешевого аромата. Ну, вот я купила два аромата. Один более такой. Давайте я вам покажу. Я просто сижу сейчас в бумаге и в флагах. Чтобы не засветиться. Вот. Вот этот я вам показывала. Это пачули. Тоже красивый аромат. Вот такой флакончик мне нравится. И теперь вот Lady Noir. Мы потом разберем с вами по нотам, по фрагрантике. Посмотрим, какие, что туда входит. И в Just Jack и в Montagne. Вот. Это будет, наверное, отдельный ролик. А сейчас мне хочется вот сделать вот такой красивый цвет. Такой прям летний. И хочу сделать педикюр. Вот. Ладно, увидимся еще. Девочки, продолжаем влог. Я хотела вам показать свой уход. Значит, покупала я, смотрите, вот такой крем под глаза. Для кожи вокруг глаз. От Gariniere с витамином Е. Мне не понравилось. Для моей сухой кожи, прям иссушеной, обезвоженной. Не иссушеной, а обезвоженной. Этого ухода мало. Может, у кого нормальная, там, жирная кожа, он подойдет. И для таких девочек, я не знаю, там, 20-18, вот. Для меня этого увлажнения, питания очень мало. Хотя здесь написано еще и, по-моему, антиэйдж, да? Ну, короче, маловато. Не понравилось. Я его смешала там с остатками алцина, мой крем, который мне нравится. Ну, там совсем капельку алцины было. Но нет, оно как-то друг друга... Короче, я не хочу этот крем. Не понравился. Потом я купила тоже в ДМке, но уже более дорогой. Этот шел почти 300 крон. Это фирма Диадермине, лифт плюс гидролифтинг, то есть увлажнение и лифтинг. Вот этот крем хороший. 15 миллиграмм. Я хотела купить... Мне понравился крем, и я хотела купить крем для лица, но там я заметила в составе алкоголь и не купила именно для лица. Здесь я не вижу, чтобы сюда входил алкоголь. Здесь написано, что технология какая-то новая входит сюда, плюс коллаген. Ну, то есть, я так понимаю, что это производство Германия, да? Шварцкофт, Париж. Короче, я не знаю, чье это производство, но крем хороший. Хороший, он питает, увлажняет. И, ну, такой, не то чтобы прям что-то он делает. Естественно, вам вот это вот ничего здесь не уберется. Это только укольчики какие-то. А вот увлажнение питания он дает. Поэтому, если искали что-то вот более такое, бюджетное масс-маркет, да, то посмотрите, вот Диадер Мине на Натина этот бренд есть. Поэтому можно хоть так, хоть так заказать. Вот. Но основной мой уход я заказывала от Калистар. И это вот такой вот под глаза, 15 миллиграмм, биоревитализация. Вот такой вот он гелево-кремовый. Вот видите, такой прозрачненький немножко. Сначала как-то я нанесла, наверное, совсем очень мало. И даже сначала расстроилась, потому что он стоит недешево. А он раз так, кожа моя его вобрала в себя, и все, и ничего нет. Потом я стала немножко побольше наносить. И все хорошо, все нормально. Вот. И такой же крем я купила для лица. Тоже биоревитализация. Анти-эйдж. Вот такой, с лопаточкой, 50 миллиграмм. Такой приятный аромат. Вот. И он хорошо увлажняет тоже, увлажняет и питает кожу. Поэтому я уходом довольна, что купила. Полностью свой уход я вам покажу. В отдельном ролике, наверное. Вот. И еще с этими кремами шел вот такой вот ролик. Вот Калистар. Он удобный, он матовый, не скользят пальчики. И вы хоть вот так вот. Я и утром, и вечером делаю массаж. Вот так вот по массажным линиям. А когда вы вот этой вот, вот так вот ставите в такое положение, он прям хорошо захватывает. Я прорабатываю вот эту вот зону овала, да. Вот так вот по. И с этой стороны вот так вот. Прям от подбородка и пошла. И можно вот так. Выгоняем жидкость с утра, да. И тоже вот такие движения все вверх. Потом по боковым сторонам вниз сгоняем. Хороший ролик, обалденный. Мне понравился. И он такой не гнется, ничего такой. Хороший. Вот. Так что, если вы искали уход, да, то присмотритесь. Калистар, хорошая крема. Вот. Так что, что дальше. Сейчас покажу вам еще лак. Я себе купила вот такой. Посмотрим, сколько он держаться будет. С финишем гель-лака. Это обыкновенный лак. Я не хочу делать гель-лак, потому что портятся ногти. Так, девочки, я покажу лак. Я уже вам показывала эту фирму, потому что я покупала уже вот такой вот наборчик. Ноби или Нобэ. Вот такой вот. По 6 миллиграмм здесь. Значит, вот эта вот розововатая такая. Это типа как лак идет, только с витаминами. И покрытие глянец, который дает. И я купила еще вот такой. Я посмотрела, он стойкий. И я купила вот в таком вот цвете. Мне захотелось. Вот красненький такой. Оттенок, если у вас он есть. Оттенок Lady Book Red. Вот. Ну, это я вчера сделала и маникюр, и педикюр. На этой руке у меня ногтики не такие красивые, потому что я постоянно правой рукой то бурьяна рву, то еще что-нибудь перчатки не одеваю. Почему-то надо перчатки одевать. На этой руке такие подлиннее ногтики. Вот. Я позанималась. Позанималась. И смотрите мое новое видео. Будет. Я сейчас сяду, наверное, сниму. Про последние два аромата, которые я приобрела. И вот сейчас я разнашиваю, чтобы могла вам объемно рассказать о них. Вот. Поэтому этот влог заканчиваем. И смотрите мой следующий ролик. Всем хорошего дня.